привет ну вот и все егэ 2022 по крайней мере основная волна уже закончена и это означает только одно что нам сейчас можно его разобрать поэтому разбирать мы будем очень просто в течение экзамена мы собрались с ребятами все задания которые нам на глаза попались возможно список не исчерпывающий поэтому если что-то вы знаете точно чего нет в этом разборе то не стесняйтесь пожалуйста добавлять в комментариях на ю тубе писать ну или в описании в телеграммчике в описании кстати будет ссылка на документ дам там собраны все задания по разным регионам если уж задание дублировались и просто другие цифры были в этом задании то мы его все-таки не вставлять каждому заданию будет ответ если тыкнуть на задание то откроется разбор поэтому не стесняйтесь пользуйтесь документом мне кажется что полезнее всего он будет все-таки десятиклассникам и тем кто сдает резерв но если вдруг вы издали игре хотите убедиться правильно ли он решен то тоже можно посмотреть основой всего этого разбора будет был прогноз очень небольшая предыстория перед егэ делал прогноз теми номерами которые с большей вероятностью попадутся и вот такая ситуация у нас сложилась кстати если не смотрели можете глянуть но сейчас сильно практической составляющей в этом прогнозе наверное уже и нет смотрите два откровенных промаха это шестое задание потому что там было все-таки касательное и 11 задание потому что там не было ни показательной ни логарифмической функции была на самом деле супер обычная функция все остальные либо точные попадания либо минус плюс это не первый вариант мой а второй вариант мог попасться но если все сложить то можно смело насчитать минус плюс по пол балла 8 из давайте посмотрим почему 8 до 7 из 11 7 из 11 а вот 4 минус плюса и опять четко попаданий смотрите оценивайте лайком насколько хорош был прогноз кстати меня зовут эйджей я 8 преподаю два лыжных и сотка 1000 плюс учеников в 2021 году в 22 будем считать как только все сдадут ну и для десятиклассников напоминаю что летний фреш яга 2023 начнется уже в июле можно смело к нему присоединиться собственно говоря на этом все остались только задания и поехали с ними разбираться смотреть задание будет написано сверху потом будет подписано откуда это задание мы взяли возможно с точно такими же цифрами задание попадется из других регионов или с другими цифрами но формат точно такой же вот поэтому если у вас цифры другие то просто подставьте их и решите так же как мы сейчас решали ну и самое главное несправедливость что дальний восток с уралом и с центром совпал очень очень сильно в этом году так ну поехали решите уравнение найдите его корень возводим и левую правую части в квадраты чтобы избавиться от корня квадрат убирает знак корня и получаем что 5 x минус 1 равняется 49 перекидываем единичку на право получаем что 5 x равняется 50 ну и делим левую правую часть на 5 x равняется 10 10 это ответ который мы можем вписать в этом стане собственно говоря второй тип задания показательные наше уравнение которые вполне могли попасться 125 это 5 в кубе ну и собственно говоря что мы можем теперь сделать мы можем убедиться что у нас одинаковые основания а если у нас основание одинаковые то мы можем приравнять показатели степеней и получается что x равняется 5 когда переносим двоечку на право но ответ 5 вполне себе хороший первые задания ничего сложного не было собственно как и предполагали задание номер 2 не буду даже рисовать картиночку единственное что напомню благоприятные события на все события нужно найти благоприятные нужно найти все на всего 45 спортсменов вот мы нашли все возможные события поэтому делим мы здесь на 45 теперь осталось благоприятные кто нам нужны нам нужны прыгун и из японии 21 из сша 6 из россии остальные из японии на то есть у нас количество японцев это общее количество смарт спортсменов 45 минус 6 минус 21 здесь осталось только посчитать на минус 6 минус 21 это будет минус 27 но и остается здесь 18 18 45 сокращаем на 9 здесь получается 2 здесь будет 5 2 5 домножаем на 2 и получаем 4 десятых ну 0,4 это и есть наш ответ здесь давайте вот этот ответ мы впишем в бланк наших ответов поехали к следующей задаче сборник билетов по физике всего 25 билетов 5 из них по теме оптика на экзамене школьнику достается один случайно выбранный билет найти вероятность того что попадется именно оптика но это вообще супер простая задача 5 делим на 25 сокращаем на пятерочку будет 1 5 и умножаем и читать возниматель на 2 получится 2 десятых или 0,2 это и есть наш ответ в этой задачи записываем и двигаемся к следующий задание номер 3 найдите центральный угол а у б если он на сколько-то градусов больше вписанного нетипичная немножко задача но нетипичная с точки зрения всего объема задач но она есть банки заданий вполне себе приятная задача можно сразу же сказать что угол а у б это два угла а цб два раза больше если у нас угол а у б больше угла а цб на 60 градусов то мы с вами можем смело из угла бы вычесть то есть два угла а цб минус угол а цб это 67 ну 2 минус 1 у нас остается один угол а цб значит угол а цб равен 67 градусов теперь что нам нужно с вами найти нам нужно найти как раз вписанный угол а цб значит 67 градусов ответ в градусах поэтому вписываем просто 67 и двигаемся дальше ничего здесь сложного в этом году не а следующая задача еще проще и приятнее в сибири попалась отрезки а цбд диаметр окружности угол d от c вот этот угол равен 46 градусам и нужно найти угол о а б 46 градусам нужно найти вот этот угол не перепутать какие углы нужны ну во первых мы можем заметить что угол а об это тоже точно такой же угол как угол делаться и он тоже 46 на почему потому что они вертикальны этот угол равен это потом можно заметить что треугольник а об равнобедренный ну а это для нас означает что углы при основании равны ну давайте не умаляя никаких заслуг этих углов назовем их покороче одной буквой и вообще назовем буквой альф вот и скажем что это та самая альфа которую нам нужно найти и что мы можем сказать любом треугольнике сумма углов 180 градусов в том числе и в треугольнике а об а значит 2 альфа это будет 180 градусов минус 46 до 40 минус 6 134 ну и делим левую правую часть на 2 получим что альфа у нас это 67 градусов ну вот 67 мы запишем в ответ и можем смело идти к следующей задаче она попалась она тоже геометрическая разные геометрические задачи были не сильно разные по смыслу решения вот но по построению вот еще проще задача да у нас известен угол b а c и он 32 градуса то есть вот этот уголочек 32 градуса а нужно идти было c нам и вспоминаем то же самое что угол b а c это два угла b а c в нашем случае это 2 умножить на 32 градуса или 64 градуса ничего сложного на урале не было ну и в третьих задачах геометрических тоже ничего сложного не чуть интереснее но тоже не не сложная задача прямая cb это касательная к окружности как только видим касательную проводим радиус в точку касания и отмечаем угол 90 градусов до угол o b c 90 градусов то есть треугольник прямоугольник вот дуга a b на которой опирается центральный угол a o b 29 ну дуга равняется в точности центральному углу значит можем сказать что угол a o b 29 градусов а что нам нужно найти нам найти угол b c o ну и смотрим что в треугольнике b c o угол b c o будет равен 180 градусов минус 90 градусов минус 29 минус 29 градусов угол b c o почему я градус пишу непонятно а 180 минус 90 90 минус 29 61 получается градус дать что-то все ответы в районе 60 ну и 61 мы пишем в ответ собственно говоря тоже приятная задача даже чуть меньше времени потратили на ее записывание четвертое задание как и предсказывалось было посвящено тригонометрии да в этом году ничего сверхъестественного здесь не было но я бы сказал что по сравнению с первыми тремя но было посложнее поэтому давайте с ним разберемся подробнее ну во первых нам нужно было здесь вспомнить формулу синус альфа умножить на косинус альфа это у нас синус двойного угла только здесь нужно не забыть двоечку нам . здесь важно если что можно было ее посмотреть на самом деле в самом варианте очень в начале обязательно есть опять формулы это одна из пяти форм которые и самом начале то есть нам не хватает двоечку мы умножаем на 2 и делим на 2 чтобы все было нормально ведь я поподробнее распишу следующие номера буду не так подробно расписывать давайте вот мы вот здесь разделим вот так вот об здесь умножим здесь разделим ничего не изменилось а здесь я напишу синус м пи на 8 и умножить на косинус 7 пи на 8 можно здесь заметить замечательную вещь что вот это наша формула значит корень из 2 на 2 у нас на самом деле останется здесь у нас останется синус 2 умножить на 7 пи на 8 скобочки возьмем чтобы не запутаться что там взаимодействует с чем ну и сократим на 2 получится 7 пи на 4 давайте вот это все переведем синус 7 пи на 4 ну и здесь на самом деле даже нет никакого половинного угла на самом деле не было форму половинных углов в этот раз и возможно любых приведения как их еще называют возможно даже к лучшему мы можем здесь вычислить что 7 пи на 4 на самом деле 2 пи минус пи на 4 2 пи можно просто убрать минус можно вынести а потому что у нас синус напоминаю что минус уж синусов выноситься из подскобочек и мы получаем минус у nest двух на 2 синус пи на 4 синус пи на 4 мы помним что это корень из двух на 2 поэтому минус корень из 2 на 2 умножить на корень из 2 на 2. Корень из 2 и корень из 2 с двойкой сокращается, остается минус 1,2 или минус 0,5. Вот такой номер 4 был, несложный, но нужно не запутаться с минусом, нужно заметить формулу и не забыть все это применить. Во-первых, четвертых номеров на самом деле было разное количество. В Сибири попался вот такой номер, та же самая идея. Единственное, здесь давайте сразу же скажу, что четверку мы делим 2 умножить на 2, и вот первая двойка и синус и косинус, это по сути та же самая формула, которую мы раньше чуть записали. Поэтому можем сразу же преобразовать. 2 синуса 246 градусов разделить на синус 246 градусов. Синусы сокращаются и остается 2, то есть ответ 2. Задание кажется, что проще, чем предыдущее. Вот такие разные задания были. Еще одно задание на двойной угол, но это уже на косинус двойного угла. Кажется, что корень из 3 сразу же нужно вытащить за скобочки. А что остается в скобках? В скобках остается 1 минус 2 умноженное на синус в квадрате 11π на 12. Вот такая история остается в скобках. И мы можем здесь заметить тоже формулу. Давайте ее и преобразуем. Корень из 3 умножить на синус, ой, в этот раз это косинус двойного угла. Это одна из формул косинуса двойного угла. Косинус умножить на 2 на 11π на 12. Та же самая история, на самом деле, нас здесь ожидает. Как и в прошлый раз, единственную формулу нужно было заметить. 2 и 12 сокращается, остается 6. И мы с вами можем заметить, что это корень из 3. Косинус 11π на 6. Ну и 11π на 6 это 2π минус π на 6. Вот по сути тот же прием использован в другом регионе. Давайте мы сразу же отметим это. И 2π можем убрать. Чем хорош в этом плане косинус, в отличие от синуса? Вот 2π мы убрали, можем еще и минус здесь убрать по одной простой причине, потому что косинус минус альф равен косинусу альфа. Косинус у нас четная функция. Корень из 3 косинус π на 6. Уже без минуса. И косинус π на 6 это у нас корень из 3 на 2. Ну и здесь можно было даже угадать, что так оно и должно быть, чтобы у нас все нормально преобразовалось. 3 вторых или полтора, полтора. Вот это и есть наш ответ в этом четвертом задании. Такое четвертое задание было. И вот, собственно говоря, можно было таким образом его решить. Что по стереометрии? По стереометрии были разные задания. И вот задания на объемы. На объемы и сравнения почти они все были. Три типа таких основных заданий. Возможно, в вашем регионе было что-то другое. Ну, не сняйте, пишите в комментариях. Добавим обязательно. Объем первого цилиндра равен 6 метров кубических. У второго цилиндра высота в 2 раза меньше. Ну, давайте мы обозначим цилиндры. Пусть вот это будет у нас первый, а вот это второй. То есть вот это r, это h. И объем первого будет π умножить на r квадрат на h. Вот теперь давайте про второй поговорим. У второго радиус в 3 раза больше. То есть 3r, а высота в 2 раза меньше. То есть h пополам получается. Ну, и давайте это подставим. Обратите внимание, что r у нас подставляется внутрь квадрата. Потому что 3r и все в квадрате. И умножить на h пополам. Вот здесь, возможно, у кого-то могла закрасться ошибочка. Вот, ну и разворачиваем, раскрываем квадрат. Получится 9r в квадрате умножить на h пополам. И все, что содержит цифры, вынесем вперед. Получится 9 вторых умножить на πr квадрат на h. Ну, а мы-то с вами знаем, что πr квадрат на h это объем первого, да? Поэтому и подставим объем первого. Это будет 9 вторых умножить на v1. По условию v1 объем первого цилиндра это 6 метров кубических. Поэтому подставляем это значение. 9 вторых умножить на 6. 2 и 6 сокращается, остается 3. 9 и 3, 27. 27 кубических метров это объем второго цилиндра. Это и нужно было записать в ответ. Можно было здесь быстрее это все решить. Ну, захотелось расписать, потому что все-таки возникали сложности в этих задачах по сообщениям. В Сибири попалось вот такое задание. В конусе радиус, основание которого увеличили в 15 раз, а высоту не изменили, во сколько раз увеличился объем конуса. Давайте вспомним объем старого конуса, начальный конус. 1 третья πr квадрат на h. То есть ничего с цилиндром не изменилось, только 1 третья добавилось, по сути. Ну и объем нового конуса. Чему будет равен? 1 третья π, но увеличили в 15 раз радиус основания. 15r и все в квадрате. Тот же самый, по сути, прием. И умножить на h. Точно так же преобразуем с вами, раскрываем 1 третью π умножить на 225r квадрат умножить на h. И теперь 1 третью-то оставляем, а 225 выносим вперед. А зачем мы это делаем? Да, чтобы показать, что у нас осталось 1 третья πr квадрат на h, а мы-то с вами знаем, что это объем старого нашего конуса до всяких изменений. Собственно говоря, эти мы и будем пользоваться. Вот сейчас мы возьмем это все и подставим. Это будет 225v s. Ну и очевидно, что увеличился в 225 раз. Да, поэтому ответ будет 225. Можно было сразу, если вы лайфхаками все это решаете, то можно было сразу сказать, что 225. Хорошо, цилиндр и конус имеют общее основание и высоту. Найдите объем цилиндра, если объем конуса 6. Ну, здесь тоже все очень просто. Объем, если объем цилиндра это πr квадрат на h, то объем конуса это треть от объема цилиндра. 1 третья v цилиндра. Вот. Если мы знаем, что конус это 6, то просто умножаем и левую и правую часть на 3. И получаем, что объем цилиндра 18. 6 и 3, 18. Собственно говоря, вот и все. Вот и все решение задачи. Но мы уже много расписали всяких формул, поэтому не будем сильно долго останавливаться на ней. Шестые задания были посвящены геометрическому смыслу производной. Да, геометрический смысл производной. Коротенечко запишу сейчас, что коэффициент k равняется тангенсу углу наклона и равняется производной функции. Ну, мы говорим про какую-то точку x нулевой. В какой-то точке x нулевой, где у нас приведена касательная к функции. Вот. Нас здесь интересует что? Нас здесь скорее интересует вторая часть. Точнее, даже не вторая часть, а то, что у нас тангенс угла наклона равен производной. Да, здесь важно, конечно, вспомнить, что тангенс угла наклона с учетом знака. Да, это у нас вертикальный катет делить на горизонтальный катет. Вот. y делить на x. Если функция убывает, то, значит, производная минус, и перед ним ставим минус, как в нашем случае. Если функция возрастает, то, конечно, минус ставить не нужно. Вот у нас стоит минус. Почему? Функция явно убывает. Вот. Что нам осталось сделать? Нам осталось здесь начертить прямоугольный треугольник. Да, причем чертим мы его таким образом, чтобы он попадал по клеточкам. Да, вот мы видим, что точка здесь, она не попадает по клеточкам, но у нас есть две точки. Раз и два, собственно говоря, с помощью которых мы и будем считать. Вот он. Пиу-пиу. Ну, и, во-первых, можно заметить, что у нас все идет по границам клеточек, а, во-вторых, можно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять здесь. И раз, два, три, четыре, пять здесь. И чему у нас будет равен тангенс наклона? Это будет равняться минус 5 катет на 5. Минус 5 пятых минус единица. Ну, и тому же самому равняется наша производная. Собственно говоря, здесь мы запишем ответ минус единица. И пойдем к следующему заданию. Задание несложное. Здесь вообще суперпростое, потому что возрастание. Нужно найти значение производной. Все та же самая история, только тангенс с плюсом. y деленное на x. Вертикальный катет на горизонтальный. Единственное, мы можем сказать, что у нас здесь катеты будут разные. Вертикальный и горизонтальный. Вот здесь раз, два, три. Это вертикальный. Раз, два, три, четыре, пять. Это у нас горизонтальный катет. Ну и можем сказать, что тангенс угла наклона, это будет отношение 3 к 5. Умножаем левую и правую часть на 2. 0,6. Ну и, собственно говоря, можем здесь записать ответ. 0,6. Это и будет наше значение, которое мы в бланк ответов и занесем. Собственно, хочу вас поздравить, потому что большую часть вариантов и заданий мы с вами решили, и у нас осталось совсем чуть-чуть. У нас остались седьмые, восьмые сейчас текстовые задачи. Из того, что такое мощное, мощное по вычислениям было, но вообще сам вариант, сама первая часть была несложна. Итак, водолазный колокол. Сразу же отмечу здесь функцию. Здесь даже никаких неравенств по условию нет, поэтому все значения нам просто нужно в эту функцию подставить. Вот это у нас работа. 34,500. Можно ее здесь написать. Альфа у нас 11. с половиной. Тоже здесь ее аккуратненько напишем. Потом ν коэффициент, это 5 моль, умножим на 5. Вот он. Потом t 300, умножаем на 300. Ну и у нас остается логарифм по основанию 2 от p2, которая нам неизвестная. Отметим, что нужно найти это самое значение p2. И после этого мы что можем сделать? Мы можем просто подставить, что p1-то у нас извест. p1, 1 и 1. p2 разделить на 1 и 1. Ну, пока эту часть трогать не будем. Сразу же уберем два нолика слева и справа. Ну, по сути, мы разделили на 100. Да, и что еще можем сделать? Можем с вами заняться здесь некоторым умножением. 5 и 3 у нас будет 15. И 345 и 15 можно сократить. 345. Давайте разделим это все еще на 15. 15 здесь, а 345 у нас чему будет равно? 300 на 15 это будет 20, и 45 это будет 23. А вот здесь у нас получается 23. Такс, ну и 1,5 на 23 здесь тоже какая-то четкая более-менее цифра у нас получается. Перепишем это все. 23. 1,5 умножить на логарифт по основанию 2. Вот p2 разделить на 1 и 1. Делим левую и правую часть на 1,5. Остается двоечка. Ну, а двоечка это что? Логарифт по основанию 2 от 4. Значит, здесь у нас логарифт по основанию 2 от p2 на 1 и 1. Логарифт с одинаковыми основаниями мы можем с вами заметить. И поэтому приравняем подлогарифмические выражения. То есть p2. Давайте есть, чтобы было попроще. 4 равняется p2 делить на 1 и 1. Ну и отсюда мы можем найти p2. p2 это будет 4,4. Вполне себе замечательный хороший ответ, который мы можем с вами обозначить и гордиться им. Поехали к следующей задаче. Пиу-пиу. На самом деле задача тоже вполне себе адекватнейшая. Несмотря на то, что логарифмы у нас в прошлой были, вот в Сибири у нас были показательные выражения. Показательные даже уравнения. Когда мы все подставим, сразу же находим наше уравнение, сразу же массы замечаем. Да, вот эта масса у нас в начальный момент, это масса, которая стала. Ну и смотрим, что масса, которая стала 29. Масса в начальный момент 116. Умножить все это на 2 в степени минус t. Вот время нам нужно найти. Ну а t большой, это период полураспада. Т у нас это 9 минут. Давайте здесь 9 минут и обозначим. Делим и левую и правую часть на 116. Можно сразу как бы на 29 разделить, но здесь уходит 116. А если мы посчитаем 29 116, это у нас внезапно обнаружится 1 четвертая. Поэтому здесь 1 четвертая равняется 2 в степени минус t разделить на 9. 1 четвертая это 2 в минус второй степени. 2 в степени минус t на 9. Приравниваемые минусы можно убрать, потому что слева и справа одинаковые минусы. Двойка равняется t разделить на 9, значит t это 18. А вот 18 мы и пишем. Собственно здесь мы не подставляем никаких числовых значений, не подставляем никаких метров, еще каких-то величин. Почему? Потому что почти все у нас учтено. Единственная задача, в которой, ну я бы сказал, в центре был подвох. Хотя на самом деле формулировка, точную формулировку не уверен, что именно такая, что именно 300 метров, потому что еще 0,3 километра. Но здесь важный нюанс, чтобы проехав 300 метров, приобрести километры в час. Везде в километры километры, а здесь метры. Эти метры все-таки нужно было перевести в километры, да, 0,3 километра. Прямо здесь будьте аккуратны, да, такая коварная немножко задача. Вот. Можно и не убедить, что в километры нужно перевести. Что получается? Подставляем вот наша формула, скорость 120, не забываем про корень, 2 умножить на 0,3 и умножить на а. И левую и правую часть нужно возвести в квадрате. Давайте вот мы возведем 120, 144 и не забудем здесь два нуля. Что у нас здесь останется? 2 умножить на 0,3 это 0,6. 0,6а. Умножим и левую и правую часть на 10. Получится 144 уже не два нуля, а три нуля. Равняется 6а, ну, чтобы избавиться от запятой. И разделим левую и правую часть на 6, да. Напоминаю, что 144 это не что иное, как 12 умножить на 12. Да, если мы разделим на 6, то останется двоечка. На 12 это 24. То есть, по сути, слева у нас останется 24 тысячи. А это у нас 24 тысячи. Собственно говоря, это и есть ответ. Он мог смутить, наверное, среди 7 заданий это самое сложное. Задание, которое могло вам попасться. Но с ним нужно было аккуратнее взаимодействовать. Но на самом деле оно не такое уж и сложно. Теперь задачи, которые решаются с помощью таблицы. Задание номер 8. Смотрите, как мы поступим. С помощью различных алгебраических преобразований мы не будем решать квадратные уравнения. Это стандартный способ решения этих заданий. Мы здесь просто по лайфхакам будем подбирать. Потому что, оказывается, задачи такие, что везде все замечательно подбиралось. В первой задаче мы нарисуем картинку. Ну, а в остальных мы просто уже будем составлять таблицу, уравнение и по ней писать ответ. Потому что они все более-менее одинаковые. Теплоход идет по течению реки и против течения реки. У нас известно, что скорость течения реки это пятерка. Давайте. Неважно, кстати, куда он идет. Туда, по, обратно, против. Ну, по сути, по течению реки. Ну, давайте нарисуем туда, по течению реки. Вот. 5 км в час это у нас течение реки было. Туда идет теплоход. Скорость теплохода х. Потому что ее, собственно, и нужно найти. Обычно в таких задачах, собственно, скорости просят найти. И расстояние у нас 80 км. 80 км расстояние туда и обратно он прошел. Ну, и время. Сколько он вообще шел? 35 часов он шел и 23 часа стоял. Давайте сразу посчитаем, что время путешествия у нас 35 минус 23. Останется 12. 12 часов теплоход у нас, по сути, путешествовал. Путешествовал и был в пути. Собственно говоря, мы возьмем... Как я часто говорю, собственно говоря, кто бы мог подумать. Но теперь мы это точно знаем. Теперь мы возьмем и подставим все, что мы здесь с вами наотмечали в табличку. Напишем здесь туда и обратно. Шел наш теплоход. Ну, или можно 1,2. Общее у них это расстояние. 80 км и туда и обратно он прошел. Одинаковое расстояние. Скорость была разной, потому что туда теплоходу помогала река. Обратно река, наоборот, мешала. x плюс 5, x минус 5. Ну, и время мы всегда вычисляем по формуле. 80 делим на x плюс 5. Это время туда. И 80 делим на x минус 5. Это у нас время обратно. Давайте мы назовем это время t1, это время назовем t2. Совместное путешествие туда и обратно у нас заняло 12 часов. Собственно говоря, из этих условий мы получаем уравнение. Давайте подставим 80 разделить на x плюс 5. Это время по течению реки. И 80 разделить на x минус 5. Это время по течению реки. В сумме должно быть 12. Ну, стандартное решение переносим в левую часть. Общий знаменатель, квадратное равнение, дискриминант и так далее. Мы сейчас этим заниматься не будем. Тут я верю в ваши впечатлительные способности. Мы будем просто подбирать с помощью лайфхаков. Будем, во-первых, смотреть, что все целое. Во-вторых, что здесь пятерочка на конце. Как этим можно воспользоваться? Ну, давайте x 15. Почему x плюс 5 у нас получится равным 20, а x минус 5 получится равным 10. Давайте из этих соображений попробуем подобрать, что x у нас равен 15. Ну и квадратным уравнением можете себя проверить, чтобы все точно получилось, чтобы все было хорошо. Просто проверочку здесь сделаем. 80 разделить на 20 плюс 80 разделить на 10. Это будет 4 плюс 8. 4 плюс 8, 12. Значит, все получается. Ответ 15. Давайте вот так. x равняется 15. Ну и здесь пишем 15 км в час. Это скорость теплохода. Примерно такая же задача у нас ожидала в Сибири. Немножко другое у нее было условие, что все-таки две лодки было. Ну, давайте сразу же для этих двух лодок мы и напишем с вами условие в виде таблицы. Да, расстояние, которое лодки преодолевали, одинаковое. И по 220 км лодки прошли. Скорость у нас неизвестна. Но скорость первой лодки и x, соответственно, а скорость второй лодки на 9 км в час больше. Значит, обозначим ее как x плюс 9. И время, которое прошли наши лодки. Ну, у первой простенькое время 220 на x, у второй 220, уже деленное на x плюс 9. Так, это у нас время первой лодки, а это у нас время второй лодки. Время первой лодки минус время второй лодки. Это разница, насколько одна пришла быстрее другой. Но мы-то с вами знаем, что вторая вышла через 9 часов, а вместе они прибыли в пункт назначения. Значит, первая ехала намного дольше. А насколько дольше? Ну, на время ожидания второй. t1 минус t2 равняется 9. Т. Осталось только все подставить и получим, что 220 деленное на x минус 220 деленное на x плюс 9 и получаем девяточку. Что замечаем? Замечаем, что, во-первых, у нас 220 на 22, связанное число с 11, есть девяточка, то есть где-то будет двадцатка. Ну, хотелось бы где-то ее заметить. Вот, если x равен у нас 11, то x плюс 9 это 20. Ну, и считаем, что у нас x равняется 11. Тогда 220 делить на 11 минус 220 делить на 20. Что это у нас будет? Это у нас будет 20 минус 11, и это у нас равняется ровным счетом 9. Ну, собственно говоря, значит, x равняется 11, это и есть ответ. Вот, тоже можно было по отборам решить и квадратным уравнением все проверить дискриминат. Ну, и последняя задача, она чуть-чуть отличается, там нужно было скорость реки найти. Давайте мы ее здесь же порешаем, чтобы собрать полный набор. Лодка шла сначала против течения реки, да, а потом по течению реки. Расстояние, которое она проходила, оно не менялось. 140 она прошла туда и обратно. 140 здесь, 140 здесь. Скорость у лодки в неподвижной воде 12, значит, ну, сначала лодка нам у нас шла. Течение обозначим за x. Сначала лодка шла со скоростью 12 минус x, а потом лодка шла со скоростью 12 плюс x. Время обозначаем как 140 делить на 12 минус x. Здесь у нас время 140 делить на 12 плюс x. И что у нас стало со временами? Это у нас время против, это время против, это время по течению реки. Найдите скорость и вернулась в пункт, затратив на обратный путь на 4 часа меньше. Время по течению реки, время против течения реки, оно дольше, мы дольше шли. Время по течению реки самое маленькое, разница между ними 4 часа. Собственно говоря, вот мы и получаем уравнение, повлия этому. 140 разделить на 12 минус x, минус 140 разделить на 12 плюс x и равняется 4. Здесь из числа 140 напрашивается вообще история про то, что скорее всего x равняется 2. Еще же у нас скорость течения обычно маленькая. Если x равняется 2, значит здесь у нас будет десятка, а здесь у нас будет 14. И что получается? 140 разделить на 10 минус 140 разделить на 14, это будет 14 минус 10 в точности 4. Значит, наше предположение, что скорость 2 совершенно верна. Вот, собственно говоря, мы довольно быстро решили 3 восьмых задачи, на которых можно было много времени потратить. Мы с вами не потратили это время, мы сэкономили это время и решили наши замечательные задачи. Поехали к новым типам заданий. Задание номер 9. Видите, это вот такой, я бы сказал, наибольший провал в моих предсказаниях, потому что далее здесь показательные и логарифмические в большей степени задания. Вот на Дальнем Востоке было что-то показательное в основном. Но зато очень простое показательное. Тут важно понять, что вот эту точечку брать бессмысленно. Почему? Потому что любая показательная функция проходит через точку 0,1. Поэтому мы сосредоточимся вот на этой точке, назовем эту точку точкой А, и координаты у нее минус 1, 2. А с координатами минус 1, 2. И вот эту точку мы и будем подставлять в наше уравнение. Напоминаю, что вместо f мы подставляем двоечку, а вместо x минус единичку. 2 равняется а в степени минус 1. Ну и вопрос, в какую степень нужно возвести а, чтобы получить двоечку. Ну и чтобы было проще, я бы вообще преобразовал. 1 вторая в степени минус 1, это а в степени минус 1. Естественно, что а может быть только одной второй. Вот. Теперь подставляем это все в нашу функцию обратно и смотрим, что наша функция это 1 вторая в степени x. Давайте, чтобы было красивее, мы все-таки здесь скобочки поставим. И что нам нужно найти? Нам нужно найти f от минус 4. И чтобы найти f от минус 4, нам нужно вместо x подставить минус 4. Это 1 вторая в степени минус 4. И давайте перенесем вниз. Это будет 2 в четвертой степени или 16. Ну 16 здесь правильный ответ. Собственно говоря, для нового задания, мне кажется, очень-очень просто. Потому что здесь были задания и посложнее, где и систему нужно было уметь решать, и другие разные истории, связанные с графиками функций. На Урале попался логарифм, что тоже довольно интересно. История логарифма та же самая. Нам нужно было вот эту точку, по сути, назвать и найти. Вот здесь у нас двоечка, и мы можем сказать, что точка, давайте другой буквой ее назовем, точка b с координатами 2 минус 1. И эту точку нужно было поставить в нашу функцию. Минус 1 равняется логарифм по основанию а от 2. Не забывайте здесь по определению логарифм переписать. Почему? Ну потому что так будет намного проще. Это логарифм, это что такое? Показатель степени, в который нужно возвести основание а, чтобы получить логарифмическое выражение. В какую степень нужно возвести а, то есть какое а нужно возвести в степень минус 1, чтобы получить 2. Ну, та же самая история, 1 вторая. Если уж хочется прям поподробнее, то 2 это 1 вторая в минус 1, одинаковые показатели степеней, значит, а равняется 1 второй. После этого мы тут же находим нашу функцию, f от x равняется логарифм по основанию 1 вторая от x. И нам нужно найти значение функции в точке 8. Это f от 8 будет равно логарифм 1 вторая от восьмерки. 1 вторая это 2 в минус 1, поэтому давайте минус вынесем. Это будет минус логарифм 2 от 8, и это будет минус 3. Вот такое задание попалось на Урале. Тоже, в принципе, хорошее, приятное задание. Поехали к последнему типу заданий. В центре все-таки попалась та самая гипербола, которую я предсказывал, но она была не с пересечениями, хотя, в принципе, довольно-таки простая. Давайте это последняя точка. Мы ее назовем буквой С, чтобы у нас вообще все точки не повторялись. И координата у нее будет 2, 1. Она более такая, более комфортная, что ли, в отличие от показательных логарифмов. И можем сказать, что единица равняется k разделить на 2. Значит, k у нас равняется 2, что довольно логично. f от x это функция, которая на самом деле дробно-рациональная, 2 деленная на x. И можем теперь честно сказать, что f от 10 это 2 десятых. Или 0,2. Вот, пишем, и здесь даже, на самом деле, вычислений намного меньше, чем в заданиях, например, с Дальнего Востока или с Урал. Десятое задание тоже новое на теории вероятностей, но я бы не сказал, что они были сверхъестественными. Первое, это стрелок стреляет по четырем одинаковым мишеням. В первый раз он попал. Вероятность попадения чему равняется? Давайте с вероятности промаха начнем. Вероятность промаха 0,2. Вероятность попадения единица минус 0,2. Это 0,8. И нужно нам найти вот такую вероятность, что он сначала, первую мишень попал, а потом в оставшиеся промахнется. То есть первую он попадет, а потом три раза промахнется. Напоминаю, что это у нас события независимые, поэтому применяем формулу умножения вероятностей. Они идут подряд, тем более. Вот в первый он попадет с вероятностью 0,8, а потом три раза 0,2 на 0,2 и на 0,2 он промажет. Оставшиеся 3 промажет. Вот эта штука 2 на 2 на 2, 8, 8, 8, 64, и получается у нас еще и 4 знака после запятой. 0,0064. Да, вот здесь главное не запутаться в запятых, что именно 4 знака после запятых. Вот такой ответ мы с вами и получаем. Его можно записать. На Дальнем Востоке вероятность была не очень сложная. Но давайте посмотрим на остальные вероятности, которые у нас были. Урал, помещение и фонарь с тремя лампами. Нам нужна эта вероятность перегорания одной лампы. Вероятность, что хотя бы одна лампа не перегорит. Я напоминаю, что вероятность того, что хотя бы одна лампа не перегорит, это единица минус вероятность того, что 3 лампы все перегорят. Вероятность перегорания 0,3, поэтому события, естественно, опять же, независимые по условию. И мы можем сказать, что вероятность перегорания всех трех это произведение наших трех вероятностей. Теперь осталось только подставить значения числовые. 1 минус 0,3 умножить на 0,3 умножить на 0,3. 3 в кубе получилось. Но это вообще-то 0,027. 27 тысячных. Единица минус 27 тысячных. Это будет 0,973. Собственно говоря, опять же, здесь нужно не запутаться в вычислениях. А вообще задачи несложные. Попались в 10 номере. Как и ожидалось, собственно говоря, хорошие задачи. Будем надеяться, что такие будут продолжать здесь попадаться. В центре попалась батарейка. Я бы сказал, что задание чуть сложнее по сравнению с предыдущими. Но идея решения, в принципе, такая же. Вот у нас брак наших замечательных батареек. Я опять, наверное, перепутаю плюс-минус. Господа физики, если я перепутал плюс-минус, пожалуйста, не стесняйтесь об этом мне сказать. Вот такая у нас батарейка. Что с ней может быть? Она может быть исправной. Вот здесь напишем, что батарейка ОК. Или может быть неисправной. Батарейка не ОК. Потом батарейка отправляется на систему контроля. И мы выясняем. Система контроля говорит, что батарейку мы с вами бракуем или батарейку пускаем в продажу. Ну и то же самое бывает и с нормальной батарейкой, и с ненормальной. Нам, кстати, все вероятности даны. Теперь осталось просто подписать. Неисправная батарейка изготовится с вероятностью 0,04. Батарейка не ОК. Вот такая у нее вероятность. Ну, сразу же легко вычислить, что 0,96 – это вероятность для изготовления неисправной батарейки. Потому что вместе единица какая-то она должна быть. Нам система забракует неисправную. Вот только это РУНИОК система забракует с вероятностью 0,96. Кстати, опять 96 здесь возникло. 0,96. А вот исправную забракует с вероятностью 0,01. С какой вероятностью система вообще-то забракует батарейку? Ну, на всякий случай напоминаю, что нам здесь интересны и вот эти бракованные батарейки, которая была ОК, но забракована, и батарейка, которая была не ОК, но забракована как надо. То есть два случая. Эти вероятности у нас с вами несовместные, поэтому общая наша вероятность – это сумма первого и второго случая. Вот каждый случай нам, по сути, нужно посчитать. А каждый случай, он последовательный. То есть сначала батарейка ОК, а потом система ее забраковала. Последовательный, то есть подряд, значит, можем умножать вероятности. Ну и можем сказать, что P1 у нас – это что такое? С вероятностью 0,96 батарейка ОК, и потом с вероятностью 0,01 ее бракуют. P2 у нас – это с вероятностью 0,04 батарейка у нас не ОК, и с большой долей вероятностью 0,96 ее бракуют. Вот теперь все это подставляем, складываем. 0,96, 0,01 плюс… Ну, поменяем местами 0,96, 0,04. Смотрите, вот это можно за скобочки вынести. Кстати, интересный прием. 0,96, 0,01 плюс 0,04 – это будет 0,05. И 96, умноженное на 5, это будет… 96 на 5, 5 у 9 – 45, плюс 480 получается. 480, а 4 знака после запятых, поэтому добавляем здесь нолик и добавляем еще один нолик. И ответ у нас 0,048. 0,048. Давайте его выделим и запишем сюда. Вот наш правильный ответ на задачу с батарейкой. Собственно говоря, мы добрались с вами до конца. 11-е задание. Заданий было не очень много. Кстати, фейковое задание с тригонометрией. Если вы вдруг его где-то заметили, я его, честно, нигде не заметил, был в Дальнем Востоке некоторым фейком, то, пожалуйста, напишите об этом. То есть, заметили, значит, вы сами его решали. Вот, если сами не решали, то, возможно, кажется, что это все-таки фейк. У всех примерно вот такие задания попались. Но давайте начну с простого. Нужно найти точку минимума, ищем производную. Производная у нас равна 3х квадрат минус 32х и плюс 64. Следующее действие. Это приравниваем производную к нулю, и это тот момент, когда нам понадобится знание об уравнении квадратных. 3х квадрат минус 32х плюс 64 равняется нулю. Давайте дискриминант на 4 применю. Вы можете решать по обычному дискриминанту, просто хочется хоть как-то сократить. Что это будет? Это будет 16 в квадрате минус 64 умножить на 3. 16 в квадрате — 256. 64 на 3 — 192. И что остается? 56 плюс 8 — 64. 64 — это 8 в квадрате. x1 и x2. Опять же, идем по четной формуле. Что здесь получается? 16 минус 8 и разделить на 3. Получится 8 третьих. И второй корень 16 плюс 8 разделить на 3. Это будет 24 третьих или 8. Ну, очевидно, что нам нужен x. 8 третьих мы в ответ не запишем. Он не удовлетворяет. Даже ничего проверять не будем. Ответ 8. В следующей задаче мы проверим, что максимум, что минимум. Но в этой задаче, мне кажется, что нет необходимости какой-то острой применять эту историю. Можно было при проверке убедиться. А вот следующая задача, давайте посмотрим, она такого же типа. Единственное, здесь прям нужно посмотреть точку максимума функции. y равняется x в кубе минус 75, x плюс 19. Точно так же ищем производную. Она будет равна 3x в квадрате минус 75. Приравниваем нашу производную к нулю. И обнаруживаем, что 3x в квадрате равняется 75. x в квадрате равняется 25. Не забываем про плюс-минус. x — это плюс-минус 5. Какое из этих значений наша точка максимума, нам нужно здесь убедиться. Как мы убеждаемся, все очень просто. Рисуем числовую прямую. Снизу производные сверху значения функции. Расставляем наши точки минус 5. 5 и подставляем значения в производную. Вот сюда, вот наша производная. Подставляем значения, ну, какое-то большое, например, десятка. Совершенно большое значение получится. Значит, положительная производная плюс. На следующем отрезке минус. Значит, на следующем плюс. Ну, как метод интервалов. Оставляем знаки. Значит, функция у нас возрастает. Когда производная положительная, отрицательная убывает, положительная возрастает. Значит, слева у нас максимум, справа у нас минимум. Нам нужно было найти точку максимума. И, значит, в ответ мы пишем минус 5. Обращаю ваше внимание, кто написал 5. Здесь, к сожалению, ответ другой. На этом очень часто ловят. Вот в 11 задании поймали. На этом все. Мы с вами взяли за небольшой промежуток времени. Кстати, он не такой уж и небольшой. Вполне себе нормальный промежуток времени. Прорешали все задания первой части. Сделали это коротко, замечательно и хорошо. А вот если хочется посмотреть задание второй части, то нужно не полениться поставить этому видему... Видимо. Видимо-невидимо поставить этому видео лайков. И тогда задание второй части разберу быстрее. Причем в новом формате хочется разобрать с более ярким визуальным сопровождением. Всем спасибо за внимание. Не сняйтесь, подписывайтесь на канал. Ну и если вы сдаете ЕГЭ в 2023 году, то приходите на летний фреш, ну и потом в сентябре. Всех жду. Всем пока-пока.